Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова уверена, что Захар Соленко не хочет, чтобы к ней на проект приходили парни. Майя пишет, «Захар полил меня грязью, я не сдержалась и кинула в него тряпку. На что он швырнул меня через диван? У меня огромная гематома на бедре». Также Майя объявила международный кастинг. Вот ее требования к парням. «Я ищу яркого, сильного, смелого, веселого и неглупого от 25 до 33 лет». Сергей Кучеров запутался в девушках. От Ангелины Татишвили ему нужно только волшебство. Ну а Юлия Ефременкова Сергей к себе не подпускает. Ангелина подружилась с Лерой Фрост, она благодарит ее за поддержку. Коллектив и ведущие подталкивают Дарину Маркину заселиться с Никитой Кузнецовым. Но девушка не хочет торопиться. Я серьезно подхожу к этому моменту. Никита вызывает у меня очень приятные и теплые чувства. Думаю, у нас все еще впереди. В недавнем эфире на лобном Влад Кадо не возмутился, почему практически каждая вторая девушка на проекте пользуется вибраторами, а не спит с парнями. И все игрушки с этого дня на проекте запрещены. Недавно покинувшие проект Катя Гужевинская и Вова Гауте опять поругались. Катя увидела его переписку в сети с другой девушкой. Семья Салибековых переезжает в новую квартиру. Это двухкомнатная квартира в Щелково. Сейчас ребята делают там ремонт. Очень многие вещи достаются им за рекламу, например, шторы, диваны, кровати, межкомнатные двери и так далее. Скоро в эфире «Дома-2» Бузова представит свою новую песню «Люди не верили». Также 8 апреля состоится ее концерт вместе с Тимуром Гарафуддиновым. Так что Тимур не зря привлекал внимание к своей особе, он пиарился и готовился к концерту. Ольга Гожиенко поделилась с подписчиками воспоминаниями о своем первом приходе на телепроект. Она опубликовала старое фото с Ольгой Бузовой. «Проект сильно повлиял на мою жизнь», – написала Гожиенко. «На проекте были, есть и будут разные люди с разным прошлым и будущим. В принципе, так же, как и в жизни». Саша Харитонова снимается для нового проекта. Она делится с подписчиками фотографиями. Женя Феофилактова провела прямой эфир в Инстаграм. Подписчики отметили, что внешне Женя изменилась в худшую сторону. Она напоминает пожилую Гурченко или Майкла Джексона. Глеб Жемчугов сделал повторную операцию по удалению жира. Он скорректировал форму живота. Ксения Бородина разоткровенничалась с журналистами. В отличие от мужа, который мечтает о наследнике, она не собирается становиться многодетной мамой. Бородина очень боится рожать, несмотря на то, что родила уже двух дочерей. Саша Гозиас тоже подалась в певицы. Она презентовала песню «Девочка без сердца» в одном из ночных клубов в Риге. Голос Саши очень похож на голос Бузовой. Песенка тоже довольно мелодичная, а вот подтанцовка хромала. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.